Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге Великий Музей Мира. Сальвадор Дали. Портрет Луиса Бунюэлля. 1924 год. Холст масла 70 на 60. В 1122 году Сальвадор Дали был принят в Мадридскую Королевскую Академию Изящных Искусств Сан-Фернандо и поселился в студенческой резиденции. В Резе, как ее называли сами обитатели, он познакомился с Луисом Бунюэлем и другими представителями молодой городской богемы. Многие из них, как и Арагонец Бунюэль, по происхождению не были столичными жителями. Тесная дружба будущего замечательного кинорежиссера Фредерика Гарсия Лорке, великого испанского поэта и драматурга и Сальвадора Дали, незаурядных молодых людей, вовсе не похожих друг на друга, представляет собой истинный феномен истории культуры. Она была очень значима для всех троих в годы их становления и стала чрезвычайно плодотворной. Будущая звезда мирового кино Бунюэль любил спорт, поочередно посещал занятия на различных факультетах, сельскохозяйственном, инженерном, затем и естественно научном, где занимался энтомологией. В 1924 году он окончил исторический факультет, а через два года получил диплом по философии и литературе. В мемуарах он именно себе переписал честь открытия Дали художника и Дали товарища. Совместное творчество мастеров ужаснуло мир первыми сюрреалистическими кинофильмами, «Андалузский пёс» и «Золотой век». С 1930 года пути друзей разошлись. Вот такое описание к работе Сальвадора Дали. Работа называется «Портрет Луиса Бунюэля». 1924 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Продолжение следует...